Волков Андрей Александрович, прошлое мое выступление на Конгрессе было посвящено пространственной динамической модели электрических и магнитных линий. Они были представлены как суперпозиции винтовых движений, левых и правых. Сегодня мне хотелось бы предложить вам свое исследование по вопросу эпициклической кинематической модели. Какая основная цель доклада? Первое. Обратить внимание на роль принципов эпициклической кинематики в современной теории. И второе. То, что эпициклическая модель должна подразумевать под собой такие силы, то есть такую силовую модель, которая бы соответствовала этим движениям. А такая силовая модель должна обладать только вихревыми свойствами. В первой части доклада мне посвящаю именно сравнению кинематических моделей, и вторая будет уже о физическом смысле. Итак, первая часть. Сравнение феноменов кинематических моделей. Громче, пожалуйста. Поближе к микрофону. Да, хорошо. Исторический путь кинематических моделей описывается многими авторами. Ну, лучше всего мне нравится, как это изложено у Ван дер Вардена и у... Волнуюсь, извините. Хорошо, продолжим. Значит, в основном путь развития моделей был как гелиоцентрическая и геоцентрическая. Геоцентрическая модель известна, первая геоцентрическая модель известна как модель Евдокса, которая подразумевала сферические модели. А геоцентрическая, геоцентрическая известна под авторством Аристарха Самовского. Развитие науки пришло к тому, что в конце концов была победа геоцентрической и геоцентрической модели. И в данный исторический период, естественно, все физические процессы подразумеваются как гелиоцентрическая. Это действительно подтверждается всеми исследованиями и используется для народных средств. Но, значит, если во времена Евдокса было использовано 27 движений, то на данный момент для расчета эфемерид используются уже более тысячи. Но самое интересное, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что эти модели можно классифицировать и другим способом. Не как геоцентрические, геоцентрические, а как односторонние и двухсторонние. Дело в том, что у Евдокса его модель подразумевала вращение сфер в разные стороны. По часовой, против часовой. И благодаря этому объяснялись неравномерности в изменении координат космических тел окружающих Землю и петлевое движение. Модель Аристарха Саморского и Николая Коперник подразумевают также эпициклические движения в разные стороны. То есть в две стороны. А модель Птолемея и сегодняшняя модель подразумевают движение в одну сторону преобладающую, то есть против часовой стрелки. Но, да, еще хотелось бы сказать, что в модели Аристарха Саморского Николая Коперника для ее объяснения Аполлонием Перским был применен математический аппарат, который подразумевает два движения и использовался шарнирный параллелограмм. То есть когда есть движение несущей точки, допустим, против часовой стрелки, то тогда движение точки в углу параллелограмма при обращении вокруг центра. Будет уже по часовой стрелке. Если же для точки С применить такой же шарнирный параллелограмм, то следующее движение будет против часовой. А если продолжить применение этого шарнирного параллелограмма в следующие и следующее движение, то будет последовательное движение как прочасовой, так и по часовой стрелке. Поочередно. То есть это двусторонняя кинематическая модель. Теперь в качестве шутки можно было предложить решение Исаака Ньютона, то есть то, которое сейчас используется в теории, как одностороннее, но для описания математической модели Исаака Ньютона был применен это коническое сечение. А как оно получается? Получал его Исаак Ньютон именно с движением в две стороны. То есть когда у нас есть качение шара по внутренней части сферы, то мы получаем движение материальной точки на стенке шара именно по коническому сечению. И это и есть математический аппарат этого движения. То есть решение Исаака Ньютона получается как двустороннее, как почасовой, так и прочасовой. Тогда получаются конические сечения. В современной теории это понятие используется для описания всех мутационных движений, как по эллипсу. То есть эллиптические движения, как односторонние, на самом деле объясняется, весь математический аппарат, как двумя движениями, почасовой и прочасовой стрелки. И в результате получается вроде бы то же самое. Но это если посмотреть на плоскости этого рисунка. На самом деле они физически неравноценны. Почему? Потому что когда у нас есть движение противочасовой стрелки и по часовой стрелке, то получается два движения, и мы должны учитывать их круговые скорости. Но когда есть движение, совпадающее с основным движением, у нас получается, что мы должны их складывать. как циклические скорости круговые. А когда противочасовой стрелки, то они должны учитаться. Соответственно, тогда меняется ускорение. То есть, когда есть второе движение, совпадающее с основным, ускорение возрастает. А когда не совпадает с основным, ускорение уменьшается. В электрической системе такого не происходит. У нас есть одно движение. И тогда ускорение координат долготы и ускорение координат дальности должны быть в противофазе. А когда есть два противоразнонаправленных движения, они должны быть сдвинуты на 90 градусов. То есть, аппорсимация эллиптического движения двумя круговыми дает различие в графиках. То есть, на самом деле, кинематические модели нервноценно с физической точки зрения. И если прямо сейчас мы возьмем координаты долготы и удаленности с любого генератора эфемерит, любого генератора эфемерита из интернета, и возьмем вторую производную и сделаем графики, то мы получаем именно сдвиг на 90 градусов. То есть, современные эфемериты рассчитывают эпициклическую кинематическую модель. Потому что в эллиптической модели такого быть не может. Прошлая схема была для годового изменения координат эклиптической долготы и удаленности. Для полугодового, когда мы продолжим последовательные дифференцирования и на графиках четной степени по метру гармонического дифференцирования, мы увидим, что графики долготы и удаленности имеют разные длительности. То есть, если мы имеем эллиптическое движение, то у нас графики удаленности и периоды в графике удаленности и долготы должны совпадать. Мы этого не имеем. То есть, должна быть какая-то другая схема, которая бы объясняла отличия в периодах. Такая схема дается Николаем Коперникам. В его труде на странице 166, в переводе Михайлова, есть его заметочка на полях, которая там в скобочках выделена, что при помощи двух движений в разные стороны мы можем получить... Вот в данном случае есть чемолочное движение при определенных угловых скоростях и радиусах. Там сказано, что мы, меняя угловые скорости и радиусы, мы можем получить все виды конических движений. И, применяя метод Николая Коперника, можно было бы предложить схему для решения... Не запускается. Ладно, хорошо. Значит, можно было бы применить схему полугодового изменения координаты долготы без изменения удаленности. Здесь применяется к уже рассказанному прямому и в обратном направлении движениям. Применяется еще два. Эти движения известны в эфемеридах как треть годовое и четверть годовое. Если предположить... Это модель. Если предположить, что треть годовое идет... совпадает с основным, то есть против часовой стрелки, а четверть годовое по часовой, то в результате мы получим, что движение оконечной точки будет совпадать с полугодовым. То есть оно будет на той же орбите. И в осенью и весной мы получим ускорение общей точки движения, а зимой и летом мы получаем замедление. Будет перерыв. Возможно, можно будет запустить видео, и можно будет это посмотреть. Этот вопрос я тоже не хотел бы сейчас углубляться, потому что он достаточно дискуссионный и очень трудный для обсуждения. И я бы мог бы приложить его или в перерыве объяснить, или же на круглом столе. Смысл. Смысл в том, что при различных системах отчета, то есть когда неподвижен центр движения в системе спутник, центр планеты, и если мы у нас ось относительно отчета направлена на неподвижные звезды, у нас орбитальные скорости получаются разные. Потому что в одном случае мы должны вычитать, а в другом случае мы должны складывать, добавлять скорость центра. И это решается опять-таки в кинематической модели Коперника. Когда у нас есть прямое движение, вычитается, а когда имеется обратное, складывается. И в конечном итоге у нас получается, что направление на центр движения и направление на неподвижные звезды, скорость относительно этих двух направлений у нас получается та, которая используется в справочках, то есть 13 градусов за средние солнечные сутки. Более сложный момент. Дело в том, что когда говорится о правильных возмущениях, как в гидросферах, атмосфере и Земле, используются фундаментальные аргументы и средние угловые скорости. Это вопрос об этом сложен тем, что есть относительные движения, есть вращение Земли относительно своей оси и движения небесных тел относительно планеты. Но когда его рассматривать подробнее, то есть движение планет в одну сторону. Они создают гравитационные возмущения и относительно и превращение Земли относительно своей оси относительно небесных тел. Эти гравитационные возмущения идут во всех сферах планеты с определенной скоростью. С определенной скоростью. И когда рассчитывают все остальные гармоники, то все гармоники идут примерно с теми же скоростями в разные стороны от горба этих возмущений. Но под когда объясняется само возмущение со стороны тела, это понятно, есть притяжение. Но когда медленно идущие гармоники по сферам планеты, нет тел притяжения, которые бы их притягивали, которые создавали возмущение в теле планеты. То есть возмущение не оправдывается никакими небесными телами, которые бы их притягивали. Хотя сейсмическая скорость возмущения должна была бы от горба возмущения какого-либо тела распространяться по сфере Земли со скоростью 230 градусов в час. да, в сутки, по-моему. Да, в средний суток, 230 градусов в средние солнечные сутки. А все гармоники примерно 14, 15, 13, 16. То есть нет вот этот вопрос, то есть нет физических сил, которые бы поддерживали эти возмущения медленно идущие во всех сферах со средними скоростями. Хотя сами небесные тела при этом могут угловые скорости менять. мы знаем, гравитационные силы у нас распространяются мгновенно. То есть в теории используют средние угловые скорости, на самом деле тела идут с разными скоростями. Следующий вопрос. Когда рассматриваются все гармоники и их термы, естественно, было бы предположить, что у нас имеются тела, которые создают возмущение, и все гармоники должны были бы пусть с этими медленными скоростями расходиться от этих тел. Однако это не так. В 1970 году Поль Мельхиор доказывает теорему о том, что все периоды всех мутационных гармоник и волн возмущения равноценно удалены от одной единственной это волны К1, то есть волны распространяющиеся со скоростью вращения планеты относительно сферы звезд. И все остальные равноценно попарно с определенной скоростью каждые сутки идут быстрее или медленно попарно попарно со своими определенными со своей определенной скоростью. То есть центральной волной возмущения является не тела которые должны были притягивать и делать возмущение в сферах, а именно почему-то какая-то центральная волна есть, а остальные попарно равномерно расходятся. Это используется в современных эфемеридах для расчета нутрационных гармоник, представляющихся как эллиптические движения и для них рассчитывается для каждой из них для прямого и обратного направления рассчитывающего свои коэффициенты для прямых и ретроградных волн. В конечном итоге у нас имеются прямые и обратные волны, но они объясняются гравитационными влияниями. На самом деле их приписать гравитационным влиянием нельзя. Почему? Потому что механизм возникновения гравитационных сил, который подчиняется закону сохранения импульса, не позволяет этого сделать. Есть право Жуковского, которое в общем случае говорит о том, что быстро вращающее тело будет занимать именно такое положение в пространстве для того, чтобы ротор, воздействующий силу, совпадал с направлением его собственного вращения. Это первое. Второе. Ну, элементарнейший вопрос, который возьмите обыкновенный волчок или лун. И мы все знаем, что она имеет, когда скорость вращения уменьшается, ось начинает прицессировать. Так направление этой оси всегда совпадает с направлением его собственного вращения. В какую сторону ни закортили. Вправо прицессии будет вправо, влево, прицессия будет влево. Всегда. И тогда, когда говорят, что прицессия нашей земли имеет вращение по часовой, а сама земля имеет вращение против, не получается. Почему? Рассмотрим на обыкновенном примере. У нас есть тело вращения. Вращение происходит против часовой стрелки относительно оси и придадим дополнить импульс. Вот он, P4. Вот это импульс тела, которое оно имело до импульса. Тогда при сложении импульса движения материальные точки должны идти по диагонали. Но у нас будет создана пара сил. в сторону положительной оси и в сторону отрицательной оси. Эти материальные точки будут двигаться в дополнительные направления, приобретут в сторону положительной оси, а дальние точки в сторону отрицательной оси. И ось будет занимать другое положение. Для того, чтобы вот этот поворот против часовой стрелки и поворот самого тела совпали. Это подмечено уже давно. То есть на каждое усилие у нас внешних сил будет создаваться момент внешних сил, который будет разворачивать ось. А на момент внешних сил будет тоже создаваться в другой момент внешних сил. Тогда он будет направлен вот в эту сторону, а на него вот в эту сторону и так далее. И если мы посмотрим все эти движения одно за другим, то у нас получится, что движение по черену создаваемых сил будет всегда совпадать с направлением собственного вращения быстро вращающегося тела. Таким образом, ни прицессии, ни нутации, которые идут в сторону не совпадающей с собственным вращением Земли, нельзя продать гравитационными силами. все. Ну, осталось только выводы. Или есть вопросы? Тогда выводы. Выводы. Современные эфемериды рассчитывают эпициклическую кинематическую модель, используемую в теории статических характеров прилигных возмущений, ретроградность возмущающего потенциала, использование как аргументов фиктивных точек орбиты в гравитационной модели физически объяснить невозможно. Следствие, предполагаемая физическая модель должна объяснить как этот, так и кинематику встречных эпициклических движений, силу, которая это поддерживает, и фрактальность, то есть динамическое правило, которое бы регулировало все эти радиусы, постоянно сохраняющиеся наклоны и движения. В связи с этим получается, что все движения, которые должны поддерживаться моделью, которая предполагается, Земля должна двигаться по всем этим движениям одновременно, и будет справедлива теорема, все параметры вращения Земли являются следствием ее эпициклических движений. Все. Спасибо.